Давайте сначала организационный момент. Занятия будут проходить в зуме, я буду рассказывать тему, а после присылать упражнения, какие-то небольшие задачи по теме. И, собственно говоря, сдача курса будет состоять в том, что вы мне по всем занятиям пришлете вот эти вот задания. Может быть, если попозже ограничение, пока я еду с ним, вот мы устроим сдачу задания, как это обычно делается, ну, либо просто вы мне будете по почте присылать. Вот мой мейл. Можете на него присылать решенные задачи, еще какие-то вопросы. Вот, ну, соответственно, чтобы я вам разослал эти задачи, нужно, чтобы вы мне прислали список своих мейлов. Вот, я не знаю, кто у вас там старосты или как-то, то есть лучше бы организационно, чтобы кто-нибудь один мне прислал просто список группы, там, фамилия, имя, отчество, ну, или фамилия, имя просто, и мейл каждого человека, чтобы я пересылал задачи. Ну вот. Можете не откладывать, можете сразу решать, присылать. Ну, так, скорее всего, будет организовано, что это после половины заданий будет какой-то промежуточный зачет, ну, и потом в конце семестра. Так. С этим, надеюсь, все понятно. Тогда жду от вас мейлы. Вот, хорошо. Тогда можно, можем начинать первое занятие. Вот, такое немножко водное будет. Я постараюсь рассказать. Вообще, наш курс будет состоять из некого набора идей, конструкций, которые используются для описания точно решаемых моделей, строения их решений. Вот, тема вообще, так сказать, наука большая, далеко идущая, имеет массу всяких приложений. Поэтому моя задача стоит не в том, чтобы углубиться в какую-то одну конкретную тему, а скорее, чтобы познакомить вас с разными подходами, с разными способами вычисления, с разными способами, так сказать, вот, восприятия, что ли, того, как можно смотреть на интегрированность и как с ней обходиться. Вот, ну а начнем мы и первое время будем обсуждать в основном классическую механику интегрированных систем частиц. Это означает, что на прямой или на плоскости, на прямой есть частицы, или честно, прямой набор частиц, и они как-то между собой взаимодействуют. Либо, либо, что более актуально для нас, мы будем думать, что они не на прямой, а на комплексной плоскости. Если честно, прямая, вот эта комплексная плоскость. И вот на ней частички с комплексными координатами. И между ними есть попарное взаимодействие. Ну тогда вот энергия или функция Гемельтона, такой системы, в классической механике есть сумма квадратов импульсов, спустим античастиц. Ну и плюс потенциал взаимодействия. О, а такое имя нет кожи. Ну, например. На самом деле не обязательно так, но вот в таком виде, когда потенциал зависит от разности координат, это наиболее физически осмысленно, что ли, осмысленно с точки зрения такой простой интуиции, механики, что взаимодействие зависит от расстояния. Хотя это не обязательно. Мы впоследствии увидим массу разных вариантов, когда в том числе это не так. Вот. В чем наша задача? Наша задача в том, чтобы в конечном итоге понять, когда вот такие системы решаются, когда их можно прямо в каком-то смысле точно решить. И вот основным утверждением на эту тему, как вы, наверное, знаете, в Тернефе является теорема Леувилля. Теорема Леувилля объясняет, что систему можно точно решить в квадратурах, используя обращение функций, взять интегралов, если у системы есть достаточно много законов сохранения. Наличие законов сохранения является им ключевым критерием точной решаемости системы. Ну вот, более точно теорему Леувилля нужно формулировать на языке геммельтоновой механики, о которой мы чуть позже поговорим. Ну вот, сегодня, поскольку вводное занятие, я немножко буду где-то забегать вперед. Ну, то есть, наверное, что-то вы, многое из того, что я сейчас скажу, вы знаете, но может быть, кто-то забыл, а кто-то знает не настолько хорошо, поэтому мы в ближайшие занятия все это, так сказать, повторим и изложим в той степени подробности, которая позволяет уже строить систему, доказывать интегрируемость и так далее. Вот, но пока что напомню, что в геммельтоновой механике вот, если есть функция геммельтона, уравнения движения издаются с помощью скобки Пуассона. Вот, если у вас есть любая величина, вот, П и Ку это координаты на фазовом пространстве, вот, если есть какая-то функция на фазовом пространстве, то уравнение геммельтона пишется вот так. f с точки равняется h с f. h – это вот эта вот функция геммельтона, а f – производление. Но скобка Пуассона – это такой тоже ключевой объект геммельтоновой механики, о котором мы тоже будем много говорить. Ну вот, если у вас есть такие вот стандартные координаты, канонические импульсы и координаты, то скобка Пуассона вот имеет такой вид для любой функции давайте прямо h с f напишем h с f нужно написать такую формулу. вот это задает вам уравнение движение. Вы можете написать скажем вот уитая с точкой соответственно отсюда сведовать, что будет равняться dh под питое. Ну и в нашем случае вот кинетическая энергия только в таком виде содержит импульсы, поэтому кусточка, то есть скорость равняется импульсу. ну вот АП с точкой ну или что из верхнего уравнения следует, что это куитое с двумя точками будет равняться минус dh под куитое. Ну и вот будет равняться минус сумме у к не равном и у от куи минус ку к. Вот такой набор уравнений. Тогда теорема Леву-Вилю утверждает следующее. Пусть вот есть система, ну вот давайте пока ограничимся прям конкретным семейством таких систем. Система, говорят, сен с тупенями свободы. Фазовое пространство 2m нерно, да, вот есть коопинаты, в количестве n штук и импульсы в количестве n штук. То есть всего позвать пространство 2m мерно, но вот каждая пара экономически сопряженных переменных, вот скобка пулосона импульса с координатой есть дельта синяяя. Вот каждой паре импульс координат своей мы споставляем одну степень свободы. Вот для системы сен с тенями свободы для интегрируемости по теореме Леувили должно существовать n независимых интегралов движения в инволюции. В инволюции относительно скобка пулосона. Ну давайте поясним так чтобы напомнить вот гамильтониан сам функция гамильтона смысл который такой механический смысл который есть энергия кинетическая плюс потенциальная функция гамильтона сохраняется просто потому что h точка и равняется скобка пулосона h с h если вы подставите сюда то видно что эта скобка антисимметричная поэтому скобка сама с собой равна нулю. То есть вот у нас один закон сохранения сразу есть по определению. Предположим что у нас их много положим что у нас есть набор h и я от единички даем ну и h является каким-то из этих h и тогда что нам говорит теорема Леувиля теорема Леувиля говорит да и пусть эти функции независимы и то что они находятся в инволюции относительно скобка пулосона это ключевое свойство означает что х скобка попарная равна нулю по смыслу это означает вот что что у вас есть вот такой набор функций n штук и вы можете запустить динамику по любой из них вот мы когда пишем тут уравнение f с точкой мы имеем ввиду что динамику мы запустили по вот этой функции генетона h но мы можем написать уравнение по какому-то любому вот любой из этих функций катой по катому ганетониану тогда ему будет отвечать свое время ткатая и смысл теоремы Ливили состоит в том что вы можете запустить динамику по любой из этих функций тогда все остальные будут законами сохранения то есть они законы сохранения не только по какому-то одному выделенному времени вот которые соответствуют исходному вашему ганетониану h они являются законами сохранения относительно любого потока ганетонова что называется ганетон в поток вы можете запускать выбрав какую-то функцию ганетона и какой бы вы ее не выбрали все остальные будут законами сохранения вот в этом смысл теорем и в этом случае в этом случае если это так если это такие вот именно законы сохранения которые таким свойством обладают то тогда можете вот вспомнить открыть учебник по механике и посмотреть что система тогда называется вполне интегрируемая она может быть решена что ли хотя так решена не явно но тем не менее решена в квадратурах то есть в операциях которые включают в себя взятие обратных функций и интегрирование и это вот так сказать та база с которой мы начинаем и считаем что это это утверждение неизвестное хотя мы его вот будем пояснять мы еще будем основой гамильтоновой механики я буду рассказывать и про скобки по основной там про векторные поля гамильтонова это мы все еще обсудим в дальнейшем вот но пока что нам для начала для затратки нужно понимать что вот наша наша цель понять когда когда существует вот какой-то набор законов сохранения вот есть ну целый ряд разных подходов к интегрируемым системам все они в принципе основаны на том на том наблюдении что интегрируемость всегда связана с наличием симметрии с одной стороны это тоже можно утверждение очень по-разному понимать с одной стороны ну конечно если есть закон сохранения то есть симметрии это мы тоже знаем из теоремы системы то им можно сопоставить какие-то законы сохранения скажем если есть симметрия вот относительно трансляции что одновременно все координаты можете сдвинуть на постоянные от этого ничего не меняется то это приводит закон сохранения импульса ну и так далее это мы тоже все впоследствии еще обсудим вот но симметрии могут быть скрытые не такие очевидные тем не менее вот опыт исследования интервью систем показал что всегда какие-то симметрии есть они могут быть довольно хитрыми и чаще всего это симметрии какие-то групповые связанные с действием групп или алгебр или более сложных ситуациях квантовых групп квантовых алгебр ну и вот этим мы будем заниматься ну чтобы продемонстрировать вот одну такую простую мысль но важную давайте рассмотрим для начала свободное движение вот свободное движение заведомо интегрируемо тут вообще ничего не нужно делать если скажем возьмем плоскость вот на плоскости на плоскости yx движется частица это могло бы быть многомерное многомерное пространство но мы так для простоты ограниченности с лучшим плоскости но тут так сказать и решать ничего не нужно да вот уравнение мы прям можем записать сразу решение как выглядит движение точки если оно равномерно прямолинейно y t равняется какой-то y t плюс y 0 x t равняется x t плюс x 0 а теперь давайте сделаем вот что мы давайте посмотрим как меняется расстояние да вот частица движется как меняется расстояние от частицы до центра координат оно сначала уменьшается вот частица летит скажем отсюда оно сначала уменьшается потом доходит до какого-то минимального своего значения да вот здесь а потом начинает увеличиваться то есть с точки зрения вот этой координаты r давайте r назовем r от t мы имеем движение в каком-то нетривиальном потенциале с одной стороны двумерной вот двумерной картинке частицы движется очень просто по прямой но если мы перейдем вот к этой радиальной переменной то с точки зрения радиальной переменной движения становится каким-то непростым тут присутствует некий потенциал да потому что частица сначала летит к центру да расстояние уменьшается потом отталкивается и летит назад вот в этой одномерной задаче по радиальному направлению есть некоторый потенциал взаимодействия его можно посчитать я оставлю это в качестве упражнения вот посчитать почему будет равняться r с двумя точками или давайте так я вам скажу ответ с точностью до константы что ответ будет такой что это константа разделить на r куб если посчитать уравнение движения в радиальной переменной что же это означает это означает что вот такая система описывается гамильтанианом импульс в квадрате вот импульс по радиальному направлению плюс там минус надо было бы а оно здесь я пропорционально написал давайте так константа на r квадрат есть потенциал взаимодействия который устроен так что он обратно пропорционален квадрату расстояния до центра хотя исходное движение было свободным как мы это будем в дальнейшем да это вот идея очень далеко идущая несмотря на свою простоту как мы это будем понимать как на это следует смотреть смотреть на это следует вот как что мы задали свободное движение на некотором пространстве а потом произвели факторизацию по симметрии этого пространства какая тут симметрия у нас вот в этом исходном пространстве наше исходное пространство это плоскость но плоскость с выколотой точкой потому что мы выбрали центр зафиксировали центр точку 0 у нее есть очевидная симметрия относительно вращения у плоскости листочки проколотой плоскости мы можем эту систему вращать и плоскость от этого никак не изменится и вот наш переход к радиальной переменной отвечает тому что мы профакторизовали по этой симметрии то есть мы профакторизовали по симметрии относительно вращения плоскости вокруг центра мы здесь этого на самом деле не делали я вам только ответ сказал но в дальнейшем мы увидим на ряде примеров что примерно так хотя и похитрее будет работать идея с гаметоновой редукцией идея будет вот здесь симметрия вращения идея будет такая на каком-то большом пространстве задать свободное движение которое просто устроено так строго говоря оно это движение по геодезическим пространство тоже может быть какой-то не такой простой как пост может быть пространство типа группы лих или что-нибудь там какое-то симметрическое пространство а после этого мы будем используя симметрию этого пространства ограничиваться на какое-то подмногообразие или там фактор пространства зависит от ситуации и на этом уже меньшем пространстве меньшей размерности будет возникать система с непривиальным взаимодействием этот подход он скорее так сказать обратный тому той постановке задачи которую мы вот здесь сформулировали здесь мы исходно смотрите мы формулировали задачу так что пусть у нас есть гамильтинян описывающий взаимодействие частиц напрямую или плоскость и наша задача понять какие потенциалы интегрируемы к сожалению в такой постановке задача довольно сложная оказывается но вот есть разные способы тем не менее эту задачу решать и один геометрический о котором я сказал он действует от обратного давайте будем перечислять разные большие пространства с хорошими симметриями и смотреть что получится если по этим симметриям профекторизовать и будем получать кроме того тут если эту процедуру грамотным образом сформулировать грамотным образом это называется гамитоновая редукция то тогда эта процедура будет гарантировать что на профакторизованном пространстве система будет получаться интегрированной то есть при факторизации симметрия будет проождать закон сохранения который будет позволять говорить об интегрированности то есть это обратная тогда логика что мы перечисляя разные вот такие конструкции будем строить системы в том числе системы частиц заведомо уже заранее будучи уверены что они интегрируются и в принципе действительно так исторически наука развивалась в течение многих лет и даже до сих пор вот еще люди занимаются тем что изучают разные пространства проводят гамметонную редукцию и иногда получают до сих пор еще новые примеры интегрируемых систем хорошо вот эта идея которую мы еще вернемся геометрическая идея идея проекции теперь давайте еще обсудим вот такую алгебраическую часть условно геометрическая идея хотя она не единственная на самом деле еще есть много разных геометрических идей о которых мы тоже потом поговорим но это вот такая наиболее иллюстративная что ли понятная остальные требуют уже больших подробностей поэтому я пока их опущу алгебраическая идея называется представлением лакс или уравнением лакс она вообще-то пришла даже не из механики частиц а из изучения солитонных уравнений которых мы наверное слышали в предприятии фриза из уравнений в частных производных где тоже можно строить точное решение точное решение солитонного типа и это ну это вот интегрируемость таких уже теорий поля потому что там здесь мы говорим о конечном числе степени свободы а когда у вас уравнение в частных производных то там будет бесконечное число степени свободы там уравнение пишется уже на полях которые зависят и от времени еще от пространственных координат до этого мы тоже дойдем но попозже но я хотел просто сказать пока что что вот уравнение которое мы сейчас напишем они на самом деле пришли к изучению этих солитонных уравнений но потом оказалось стало понятно что они очень хорошо применимы из механики частиц взаимодействия ну не только частиц разных систем механики каких-нибудь волшков интегрируемых разных ключевых систем о чем тут речь речь вот о чем что предположим что наше наше уравнение движения записывается в форме матричных уравнений матричные уравнение такого вид они называются уравнения милакса L с точкой равняется коммутатор L M эти L и M какие-то матрицы вот в случае эксистем частиц которые мы будем обсуждать эти матрицы будут буквально размеры N на N сколько частиц такой размер давайте так напишем матрицы N на N но это совершенно не обязательно бывают разные случаи бывают когда случаи когда размеры матриц отличаются от количества частиц тем не менее давайте пока этим случаем ограничимся для простоты чтобы с чего-то начать вот вообще это не тривиальное утверждение чтобы сразу понимать что такое уравнение совершенно не обязательно должно существовать потому что смотрите у нас вот уравнение движения здесь 2N ну и на самом деле вот эти уравнения что кусочки равно импульсу и вот самих нетривиальных этих тоже всего 2N ну и на самом деле вот это очень простые уравнения то есть там P равно пусточкой вот нетривиальных существует просто N штук а этих уравнений здесь это матричное уравнение их N квадрат то есть таким образом наши N уравнения должны быть вложены в эти N квадрат каким-то образом так что все остальные там N квадрат минус N но тоже либо эквивалент на уравнение движения либо это какие-то тождества тождественные равенства которые ничему не противоречат не накладывают дополнительных связей и ограничений то есть это само по себе такое предположение о том что уравнение движения можно вот в такой матричной форме записать оно уже довольно нетривиально но допустим нам это удалось допустим чем же это ценно пусть у нас вот есть пара матриц так что мы вот написали такое матричное уравнение и убедились в том что оно эквивалентно уравнению движения нашей системы тогда тогда мы точно знаем что мы можем в качестве законов сохранения выбрать вот такие величины но 1 на к это не столь важно важно вот что здесь стоит след л в степени к то вот такие величины будут законы сохранения давайте проверим вот возьмем к равно 1 тогда H1 равняется след L возьмем след просто от обеих частей уравнения лакса и действительно получим что DPDT от следа L равняется след коммутатора это Lm минус ML от следа можно циклически переставлять матрицы поэтому 0 проверим для K равно 2 H2 равняется трейс L квадрат давайте считать трейс L квадрат DPDT трейс L квадрат производная от произведения матриц берется по правилу лимуса вы считаете AB с точкой то это AB с точкой B плюс AB с точкой ну вот считаем это трейс L с точкой L плюс L L с точкой опять же мы видим что благодаря циклической перестановке просто удвоится получается трейс L с точкой теперь сюда подставляем вместо L с точкой коммутатор L минус L получаем 2 трейс L квадрат M минус L M L ну и снова циклически можем вот эту L сюда перекинуть и видим что все сокращается взять с 0 ну и аналогично вы можете на самом деле легко убедиться тоже оставим это в качестве упражнения что для любого K трейс L в степени K будет равен нулю то есть как только мы записали наше уравнение вот в такой матричной форме мы имеем сразу бесконечно много на самом деле законов сохранения можете любой K выбирать K любым числом ну ясно что они не независимы да у нас просто только переменных нет чтобы все они были независимы поэтому ясно что начиная с какого K они точно будут зависимы но раз их бесконечно много то ну пусть там все нам не нужны но уж набрать N штук независимых из них это не гарантированно но на это можно рассчитывать на это можно надеяться а кроме того мы не знаем будут ли они в инволюции то есть вот вот это само по себе уравнение ничего нам не говорит вот об этом ключевом свойстве что ошибка сожитым скобка будет равна нулю более того мы про скобку вообще ничего не говорили в этом уравнении но как сказать вот даже если мы их написали то еще вот это свойство ниоткуда не следует и это действительно так следовать оно будет из других соображений о которых попозже поговорим связанных с тем что называется классическая матрица вот но пока что мы так вот для себя что ли можем отметить что тем не менее это очень плодотворная идея вот хорошо допустим мы там не уверены в независимости интеграута и в инвалидивности но все равно имея уже просто вот такую запись мы сразу получаем целую кучу законов сохранения ну и в действительности мы например увидим что очень часто если у вас есть представление ЛАКС то скорее всего вот эти вот законы сохранения будут действительно в инвалюции находиться но более строго мы об этом попозже поговорим вот вот такая идея и давайте приведем пример когда когда это это работает именно так и приведем мы пример именно с тем потенциалом о котором сказали вначале вот вначале мы когда обсуждали вот эту вот идею в симметрии мы выяснили что частица вот которая движется по прямой если ее ограничено радиальное направление то она будет вести себя так как будет движется вот потенциаль 1 на р квадрат давайте вот напишем систему систему частиц взаимодействующих именно с таким потенциалом это система частиц вот у нее также энергия такая же специальную энергию напишем вот так здесь ню это какая-то постоянная константа связь как говорится вот да я тут поставил минус на это пока можно не обращать особого внимания поскольку вот мы для простоты даже в какой-то степени пока что будем ограничиваться случаем комплексных интервью систем когда импульсы и координаты частиц это комплексные переменные и параметры константы которые в дуэльтиньян входят тоже комплексные вот ну и в этом смысле этот знак нам вообще неважно мы можем там перейти от нюх к и нюх да где корень из нюх единиц и тогда знак поменяется в комплексном случае этот знак неважно я его просто для некого удобства поставил к которому мы сейчас поймем почему вот хотя надо сказать что в вещественном случае то есть если мы хотим именно вещественно интегрируемую систему которая обладает вещественными решениями движения частиц на прямой то конечно эти знаки будут уже иметь значение но тем более они будут иметь значение в квантовой задачи потому что квантовая механика и знак потенциала принципиально важен хорошо вот давайте посмотрим на эту систему да эта система имеет массу приложений широко известна называется система колоджера модера система вот для этой системы ну не только для этой существует и то самое представление лакса о котором мы сейчас говорили и подход связанный такой геометрический подход связанный с редукцией обо всем об этом мы чуть попозже поговорим давайте начнем с того чтобы опишем как устроено в этой системе представление лакса так вот давайте для этой системы напишем представление лакса как оно устроено вот конкретно вот эта матрица n на n л и g для этой системы давайте сначала в матрицах экземпах напишем просто ответ вы сразу привыкали к тому как мы это будем писать значит что это означает означает вот что дельта и g символ кранекера значит здесь стоят элементы которые отвечают и равным g то есть это элементы на диагональной части матрицы вот на диагональной части матрицы у нас стоят импульсы p1 p2 p2 и так далее pm теперь 1 минус дельта и g то есть когда i равно g это 0 значит вот эта запись 1 минус дельта и g означает что это внедиагональная часть внедиагональная часть устроена как здесь написано ню разделить на разность в координатах то есть скажем вот элемент 1 2 вот здесь равен ню на q1 минус q2 дальше будет ню на q1 минус q3 элемент 1 3 и так далее ню на q1 минус qn ну и вот надо все все элементы таким образом заполнить вот все они пишут по формуле ню на q1 минус q3 вот здесь будет скажем ню на q2 минус q1 это элемент 2 1 да матрица вот матрица m давайте сначала пока вот матрицу l только написали давайте вот что сразу проверим нам утверждается но мы уже знаем что матрица n существует поэтому из того что мы тут раньше обсуждали что вот есть закон сохранения всего уравнения лакса мы знаем тогда что следы степени l должны быть законами сохранения давайте посмотрим как они устроены вот трейс л трейс л это сумма диагональных элементов то есть сумма импульсов сумма импульсов является первым интегралом или закон сохранения этой системы но это действительно так это действительно так это легко понять потому что вот потенциал зависит только от разности координат вот здесь мы видим что потенциал зависит от разности координат поэтому одновременно движка координат на на любое число потенциал не меняет потенциал системы инвариантно относительно трансляции вот если вы помните теорему метр которую мы тоже еще напомним это приводит к закону сохранения импульса вот давайте второй посмотрим трейс л квадрат как его считать ну вот там л квадрат да и ты житый элемент матричное произведение нужно написать как сумма пока л и к л к ж значит нам нужно посчитать сумму диагональных элементов л и и это значит равно сумму по и еще по ж л и ж л ж и ну и давайте эту сумму разделим на ту часть где и равно ж и равно ж тогда будет сумма по и равным ж здесь получится л и т и т в квадрате и отдельно оставим сумму по и не равным ж ну и подставляем значит диагональные элементы матрицы у нас импульсы у нас огни диагональные это ню на ку и минус ку ж а здесь ж и да ню на ку ж минус ку и ну поэтому получаем 1 2 по и 3 в квадрате плюс 1 2 точнее минус а не плюс да вот здесь просто минус вынесем минус ню квадрат по и минус ку ж здесь пополам еще в квадрате по и неравном ж ну и вот мы видим что здесь во-первых действительно минус только здесь вот если с этой формулой сравнивать то ну вот эта функция четная да здесь написано по и меньше ж но это то же самое что 1 вторая по и неравном ж вот поэтому мы видим что мы действительно воспроизвели тот гемельтинян с которого начали то есть он действительно входит в число тех законов сохранения которые эта матрица нам дает можно и старший посчитать вот ну давайте вернемся собственно еще все-таки представлению лакса почему оно тут есть потому что есть матрица м так сказать строго говоря вот вот это рассуждение что мы с помощью следа л квадрат распроизвели гемельтинян еще ни о чем не говорит вот так вот если уж совсем так сказать рассуждать абстрактно мы могли бы сказать что ну давайте там напишем л которым тоже так поставим импульс на диагонали а здесь напишем какой-то корень там из у у и минус уже и тогда тресельфа квадрате даст вам произвольный гемельтинян но оказывается что оказывается что так не получится для произвольного потенциала не получится именно в том смысле что не найдется матрица м если вы вот или вы напишите а м нет а вот конкретно именно для этой системы когда потенциал есть обратный квадрат расстояния матрица м найдется и матрица м будет устроена так матрица м будет устроена следующим образом у нее будет диагональный элемент который мы сейчас отдельно выпишем здесь давайте я вот так напишу m и g равняется d и d и d и вот эти вот на диагонали стоят минус минус n без квадрата n на 1 минус дольки g вне диагональная часть есть минус вне диагональная часть устроена так она есть сумма по к не равна и у и минус к квадрат чтобы легче запоминалось можно для себя и так запомнить что сумма элементов м матрицы это правда не универсальное правило но вот конкретно в этой системе она действительно так работает что сумма по строке или по столбцу равна нулю то есть вот вы пишите вот скажем давайте 3 на 3 случай здесь вот D1 M1 2 M1 3 D2 D3 M2 3 напишем вот такую матрицу пишите да вот вот так пример например M1 3 M1 2 здесь у нас M1 2 равняется минус NU квадрат на Q1 из квадрат Q1 минус Q2 в квадрате M1 3 равняется минус NU на Q1 минус Q3 в квадрате а D1 будет так устроен что сумма вот этих элементов равна нулю то есть D1 будет равен NU на Q1 минус Q2 в квадрате плюс NU на Q1 минус Q3 в квадрате ну это вот по строке можно точно так же по столбцу потому что видно что вот эта вот функция четная поэтому M и G равняется M G это матрица симметричная ну вот хорошо это ответ мы его еще не проверили ну вот он такой что нужно для того чтобы его проверить ну в принципе ничего особо не нужно нужно просто взять подставить и убедиться ну можно можно это там для начала сделать ну в каком-то случае N равно 2 давайте напишем N равно 2 давайте явно эту матрицу или напишем P1 ну R1 минус Q2 N R2 минус Q1 P2 L с точкой тогда у нас должно быть равно P1 с точкой это все не должно быть а мы просто вычисляем отсюда дифференцируем по времени эту матрицу P1 с точкой вот этот элемент 1 давайте дифференцируем это NU на Q1 с точкой минус Q2 с точкой разделить со знаком минус на Q1 минус Q2 с квадратой здесь получится минус NU на Q2 с точкой минус Q1 с точкой разделить на Q2 минус Q1 с квадратой здесь P2 с точкой написали L и L с точкой теперь пишем M M у нас так будет устроено здесь стоит D1 здесь стоит минус NU на Q1 минус Q2 в квадрате здесь стоит минус NU там Q2 минус Q1 в квадрате давайте так напишем пока так здесь стоит D2 теперь вот в этом простейшем случае N равно 2 на самом деле вот D1 равняется сумма по строке равна 0 по первой строке да что сумма по второй строке вот эти элементы равны между собой поэтому D1 тут равно D2 на самом деле ну это вот именно как сказать упрощение случая двух частиц стоит в том что можно вообще выкинуть диагональную часть потому что когда D1 равно D2 то диагональная часть пропорционально единичной матрицы пропорционально единичной матрицы вот ну действительно мы видим что матрица выглядит так 0 и мы мы можем сразу выкинуть давайте вот эту матрицу возьмем за M и посчитаем и посчитаем ее коммутатор с буквой L как будет устроен L M сначала в одну сторону L умножить на M так ну что тут получится вот первая строка на первый столбец получаем минус NU на Q1 минус Q2 в кубе первая строка на второй столбец получаем минус NU P1 на Q1 минус Q2 в квадрате так теперь вторая строка берем в L вторую строчку умножаем на первый столбец получаем минус NU P2 на Q1 минус Q2 в квадрате и наконец вторая строка на второй столбец получаем минус здесь NU квадрат извините минус NU квадрат на Q2 один квадрате в кубе почитали в одну сторону теперь надо почитать в другую M L умножаем M теперь у нас слева L справа так ну давайте умножать получим 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 знак минус получим когда так чтобы отопытное видение давайте в это перепишем матрица матрица 0 M здесь C1 минус Q1 минус Q2 минус Q1 P2 вот что мы хотим умножить умножаем получаем вот этот минус занесем вот в этот знаменатель получим M2 на Q1 минус Q2 в кубе дальше получим минус M2 на P2 на Q1 минус Q2 в квадрате здесь получим минус M2 P1 на Q1 минус Q2 в квадрате и наконец здесь получим NU на Q2 минус Q1 в кубе на квадрате так теперь значит нам нужно что нам нужно вот у нас есть LN есть ML нам нужна их пишем его получается минус здесь минус да еще раз вычитаем то есть это слагаемое под кубой минус минус 2NU квадрат на Q1 минус Q2 в кубе здесь мы получим минус NU NU Q1 минус Q2 в квадрате P1 минус P2 так в этом в элементе 2.1 пересмотрим вот он здесь и вот он здесь и минус NU Q1 минус Q2 в квадрате P2 минус Q1 ну и наконец последний элемент минус 2 NU квадрат Q2 минус Q1 в кубе так ну хорошо теперь вспоминаем чему у нас было равно L с точкой вот L с точкой мы считали вот здесь вот давайте его перепишем сюда L с точкой было равно должно было быть равно P1 с точкой здесь минус NU Q1 с точкой минус Q2 с точкой на Q1 минус Q2 в квадрате здесь P2 с точкой здесь минус NU Q2 с точкой минус Q1 с точкой Q2 минус Q1 в квадрате ну и сравниваем да единственное что здесь мы не не можем учесть это вот это вот дополнительное уравнение которое нам говорит что P P1 есть Q1 с точки давайте будем считать что мы его руками наложили тогда ну в любом случае в диагональной части даже если его не накладывать то в диагональной части получается вот что P1 с точки равняется минус 2 NU квадрат на Q1 минус Q2 Q2 P2 с точки равняется минус 2 NU квадрат на Q2 минус Q1 вне диагональной части совпадают если мы действительно скажем что Q1 с точки равняется P1 а Q2 с точки равняется P2 то здесь буквально написано одинаковые выражения вот эти и вот эти они сокращаются тождественно то есть действительно мы видим что в диагональной части мы получили уравнение движения а вне диагональной части уравнения сократились вот это простейший случай N равно 2 но для произвольного N доказательства не сильно сложнее просто его нужно делать вот здесь мы прям явно матрицы нарисовали и перемножали их но удобнее вот когда вы опять же это будет упражнение на дом будете дома проверять уравнение вакса для произвольного числа частиц то удобно сделать так поступить следующим образом обозначьте L вот в таком видите давайте его напишем P плюс L где P это диагональная матрица из импульсов значит L это внедиагональная часть то же самое с M обозначим буквы D вот эту вот матрицу из D которые мы там писали а M маленькая внедиагональная часть ну вот мы тут даже так и обозначали M маленькая может вот и тогда давайте посмотрим как как тут и что напишется тогда L с точкой равняется P с точкой плюс L с точкой Коммутатор L с M будет встроен так Коммутатор P плюс L D плюс M Коммутатор P с D маленьким сокращается потому что диагональная матрица не с собой коммутирует тогда мы его не пишем а оставляем P с M плюс L D и плюс остается L с M и давайте да и это должно вот все быть равно вот этому давайте разделим эти тоже уравнения на диагональную и вне диагональной части вот слева у нас то есть точка диагональная или с точкой внедиагональная давайте справа посмотрим тут вот удобно почему так удобно писать потому что смотрите вот коммутатор любой матрицы с диагональной всегда вне диагональной напрямую напрямую наблюдение простое коммутатор диагональной матрицы есть или нет диагональная матрица почему ну давайте любую матрицу возьмем считаем мутатор с P ну можно любую было бы диагональную но у нас есть P давайте P это A P минус P A значит как написать матричный элемент A P и G мы должны написать матричное умножение A И Т К Т P К Т Ж Т да пока минус наоборот P К Т P И Т К Т А К Т Ж Т вот но значит P если диагональная то имеет вид дельта К Ж П Ж П И К имеет вид дельта И К П И Поэтому вот сумма пока сворачивает дельта символ здесь получается А И Ж П Ж здесь минус П И А И Ж получается вот такой ответ коммутатор матричный элемент И Т Ж и матричный элемент коммутатор с диагональной матрицы есть такое выражение при равном Ж здесь стоит ноль отсюда следует что вот эта матрица вне диагональная вот это тоже вне диагональная потому что она коммутатор с D но вот это какая-то смешанная тут обе матрицы вне диагональной коммутатор будет содержать вклад и туда и сюда но тем не менее мы вот это уравнение можем тогда разделить разделить на диагональную часть диагональная часть диагональная слева стоит с точкой а справа только диагональная часть диагональная часть вот этого коммутатора LSM а вне диагональная часть уравнения встроена L с точкой слева а справа коммутатор PSM плюс коммутатор L D так ну хорошо вот теперь нам нужно проверить просто по отдельности а еще извините еще у нас вот здесь осталась не диагональная часть вот этого L с M причем мы знаем уже по опыту двух частиц по опыту двух частиц мы знаем что вот эта диагональная часть будет давать нам уравнение движения уравнение движения потому что здесь как раз стоит PS-точка то есть нам нужно будет посчитать коммутатор LSM диагональную часть и убедиться что она даст нам PS-точка это первая часть этого упражнения и она несложная вот вторая похитрее на самом деле что внедиагональная часть сократится что второе уравнение будет всегда заведомо выполняться что это такое тождество так же как у нас в случае 2 на 2 было что вот это выражение равнялось вот этому здесь мы имеем ввиду что P-I-T равняется Q-I-T давайте считать что нам дано мы на самом деле исходно могли здесь вообще без импульсов обойтись мы могли бы сразу писать кусточки и здесь кусточки п-I-T мы написали импульс потому что это тоже имеет смысл но тогда давайте считать что половину уравнения гибельтона мы считаем известным что кусточка равно P вот и поскольку кусточка равно P то вы увидите легко что L с точкой равняется коммутатор P-I-M действительно что такое L с точки вспомним что L лежит и вот это внедиагональная часть то есть ее нужно проверить при неравном G при неравном G L и G равняется ню на Q-I минус Q-G поэтому L с точкой и G равняется минус ню Q-I с точкой минус Q-I с точкой минус Q-G с точкой разделить на Q-I минус Q-G в квадрате в происхождении равния повреждения вот ну а что такое P-S-M вот мы только что тут A с P считали да а кстати неправильно посчитали не P-I минус P-G а P-G минус P-I P-G минус P-I вот а если P на первом месте да то как раз будет P-S-M и T-G T равняться P-I минус P-G на M и G коммутатор с диагональной модели то есть это есть QI с точки минус Q-G с точкой на минус NU на QI минус Q-G квадрате тем самым видно что они равны в этом уравнении вот это слагаем вот эта левая часть сокращается вот этим коммутатором и тогда доказательство существования уравнения вакс сведется к тому что вот это в отдельности должно равняться нулю то есть мы уже практически все тут проверили а ну хотя нет еще в диагональной части уровня движения еще не проверяли на самом деле это простое как раз упражнение а вот чуть хитрее проверить что действительно L D плюс вне диагональная часть L M равна нулю тождественно но это чуть сложнее хотя не то что прям сложно это вот это это вы тогда сами проделаете у нас время осталось а время почти не осталось 5 минут ну хорошо вот это упражнение нужно доделать кроме того мы когда его завершили то есть убедились что для такой системы вот мы привели пример системы что вот с этой системы мы сейчас начинали что у нее есть паралакс вот дальше мы вернемся геометрической идее оказывается она особенно вот в случае этой системы крайне продуктивна окажется что мы так сказать укажем вот аналог вот этого большого пространства на котором есть свободное движение давайте я кратко скажу а поподробнее в следующий раз уже вот то что мы потом поподробнее изучим пока что скажем вкратце что вместо этой самой двумерной плоскости у нас будет матричное пространство матрицы n на n и мы на этом матричном пространстве дать y матрица n на n и мы на этом матричном пространстве зададим свободное движение и и это методик не равно луи и оно будет иметь тоже вот как и на плоскости решение линей bf c где bc это постоянная матрица постоянная матрица которая определяется с начальными условиями дальше мы используем дальше что мы делали в случае с плоскостью с выколотой точкой мы говорили что у нас у плоскости с выколотой точкой есть симметрия относительно вращения мы хотим по этой симметрии профитализоваться то есть по сути это означало что давайте перейдем к радиальной перемене а кто вот в матричном пространстве будет аналогом симметрии которые идеальны перемен вот в этой матричной формулировке симметрия будет устроена так что вот это уравнение инвариантно относительно симметрии инвариантно относительно преобразований которые на матрице действуют сопряжением f тоже матрицей м на n переводим в f y f минус 1 причем f постоянное f постоянное но действительно тогда если f постоянное то f производная от f равна 0 она не дифференцируется поэтому уравнение там верига точками равном валюте ведет уравнение такое ничего не меняется вот с помощью таких преобразований мы мы сможем по крайней мере в каждый момент времени мы можем матрицу привести к диагональному виду и вот этот вот диагональный вид является аналогом радиальной радиальной координате вот той простой картинке с которой мы начинали вот окажется что факторизация по симметриям связанным с присоединенным действием на матрице позволит нам из свободного движения на матричном пространстве вывести ту самую систему колоджера которую мы сейчас обсуждали и не просто вывести а даже ее решить явно вот по крайней мере в данном примере он такой достаточно простой но показательный выяснится что вот эта вот идея симметрии относительно фокторизации относительно симметрии нам позволит решить задачу хотя здесь вот мы понимаем что здесь система частиц непривиально взаимодействующих системы дифференциальных поравнений тем не менее окажется что ее можно просто алгоритмически решить но это мы тогда в следующий раз обсудим